какая у вас цель этой жизни вот что вы хотите по итогу наша жизнь она настолько не интересно протекает скучно и грустно вот решили попробовать так сайте новые как нарушение памяти является часть и жалобы у лиц нет как это называется когда вот еще еще декорации ёпрст и всем доброго бодрого сегодня у нас предновогодний выпуск до нового года осталось совсем чуть-чуть и сегодня я отвечу на три вопроса потому что их всего три как оказалось люди оставили всего лишь три вопроса люди но почему вы так мало спрашивать спрашивайте больше и всегда как бы получите больше информации это же очевидно вот подведу небольшие итоги года что там расскажу про главный проект года про главный inside года это то что я в итоге понял буквально пару дней тому назад и это было прям ну не то что пару дней назад пару месяцев назад но вот прям осознание того что пришло это было пару дней назад ну и такие пожелания там и о чем поболтаем вот совсем совсем так сказать кратенько обо всем и и значит начнем мы с чего начнем мы с вопросов их немного и сделаем так раз уж я говорил о том что у нас будет три победителя первое второе третье место то вот мы между этими тремя вопросами и распределим эти призы вот такая вот история и так погнали первое как стабилизировать ph питательного раствора для полива чтобы не было скачков ph через час паш очень поднимается вообще был бы оптимальный вариант решение этого вопроса купить у и моды автоматические выравниватели паши и он бы автоматически бы все выравнивало и какие бы проблемы с этим не было вот еще как вариант это использовать удобрение спишь перфектом который автоматически там все это делают во всех остальных случаях это только такая затем борьба на месте с кислотностью вообще как бы кислотность повышается тогда когда слишком много солей в горшке да там и таким образом становится закисляется почва но если так стать изменить этот состав то в общем будет она щелочить и вот вам нужно поймать вот эту гармонию а для этого лучше знать ппм то есть количество солей которые необходимо вносить на определенный период жизни растения ну еще плюс к этому помимо этих солей этого уровня ппм еще нужно знаете что еще иметь ph метр обязательно и пп ну и ппм метр как он называется то господи что у меня сегодня с памятью начнем с буквы с еще одну эл гласную ю жена мне сегодня сказала лет хочешь попить гинкобилобу игру чуть такое а это говорит тут такая штучка для памяти я сейчас присоединяю вспомнила вот так что может с памятью не все так потеряно не все так плохо ну в общем как стабилизировать я уже сказал вот либо используйте осматическую воду с ней проще то есть управляться вот найдите в интернете табличку с количеством солей значит используйте инструмент для того чтобы все это мерить и тогда все это будет более менее ровно вот еще зависит от почвы у вас кокос либо гидропоника тоже зависимости от системы выращивания будет зависеть это как вот стабилизировать ph питательного раствора вопрос номер два планируете ли создать собственную линейку удобрений может даже технологии ph perfect как у адвансидов очень бы хотелось увидеть достойный ответ буржуям от вас а нет не планирую и да точно не планирую хотел что-то добавить к этому ну знаете первые шесть лет наверное своей вот гроверской движухи такой груша об там все дела я думал о том что ну серьезно что надо сделать удобрение надо сделать удобрение ну все как-то вот так вообще до них даже руки не нашли вот а потом в какой-то момент я подумал что не хочу я делать никакие удобрения ну типа не моё это не знаю может быть в дальнейшем там когда-то через сколько-то лет там захочется знаете там сделать свою физиономику и на банках чем-то там изобразить и выложить да грубо говоря но не сейчас сейчас удобрений на самом деле спишь perfect там очень много в том числе буржуйских у нас на рынке на нашем есть отечественные расти да там simplex plantators еще какие-то в общем плюс большое количество большой ассортимент буржуйских удобрений какой смысл от моей линейки что есть не знаю зато могу порекомендовать обзорчик вот мы последний раз сняли про американские удобрения emerald harvest вот если перейдете по ссылочке то вот сможете посмотреть обзорчик на новое удобрение хорошие удобрения между прочим там еще в видео еще и тест сделан вот то есть будет видно разница растения где не давали удобрения где давали так надеюсь ответил на вопрос 3 приветствую спасибо за вашу деятельность по просвещению людей в тонкости индустрии но были ли проблемы с представителями закона может какие-то далекие от понимания мы натравливали проверки был у нас товарищ один пришел бухоньки тут вообще возмущался чё-то девчонкам приставал ну вы попросили вежливо удалиться не совсем вежливо ну в общем удалился он но удалился так что обиделся и в итоге написал в общем в полицию заявление о том что здесь торгуют наркотиками и общем надо все это проверить в общем приехали проверили ничего как бы и не нашли в общем все документы все в порядке как бы все люди все в порядке и и в общем но я задал вопрос откуда что вообще произошло он нам так и сказал что вот обиженный гражданин написал заявление сказал что здесь вот творится такой беспредел ну ладно что поделать ну вот урок так сказать такое что наверно может стоит с людьми чуть повежливее может и нет ну когда у тебя все хип-хоп чего переживать вот такая вот история я понимаю что все юридически чисто да все юридически чисто у нас совершенно официальная компания в общем все документы товарные накладные все в общем четко так но имеет ли повышенное внимание от сотрудников может часто предлагают сдать анализы нет анализы точно никто никогда не предлагает сдать забавная история конечно было бы вот повышенного внимания тоже нет никто эти пистолетами в лицо и не тычет так сказать маски шоу не бегают не прыгают с автоматами как бы никто не бьет дубинками и тому подобное то есть ну абсолютно нормальная жизнь спокойно вот но это не при том что ты абсолютно ведешь законную жизнь так сказать и поэтому к тебе претензий никаких нет ну хотя знаю одного чувака с трубкой вот это с усами вот это помните хорош план вас товарищ жук вот это дать по-другому мыслил в общем все хорошо в нашем случае все в порядке и никаких проблем никогда не было надеюсь что ответ был понятен и я могу перейти так сказать к фристайлу к импровизации к историям про то что было интересно и важно в этом году и значит одна из таких историй это себе ди ну конечно же себе ди это прорыв года ну в моем рейтинге так сказать топ классных штук которые произошли в две тысячи двадцать третьем году том что это вещество стало абсолютно легальным и стало возможно в общем производить с него продукты сейчас если посмотреть на marketplace ах дофига всего делают из себе ди и сейчас это отрасль начнет формироваться по что она еще пока еще далека 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 от всего этого в общем начнет формироваться и будет что-то интересное вот я очень рад что я вписался в эту историю и мы получили сертификаты и сейчас делаем классные упаковочки для масла и в общем планируем расширять линейку всяких разных продуктов так что это все на 24 год и все будет по мере поступления вот вообще у меня радость от того что в нашей стране cbd абсолютно легален и то что с ним сейчас работает много людей коля горшков вообще у себя на сайте выложил уже порошок так сказать и кристаллы cbd которые можно купить и мы наверное сделаем то же самое в следующем году появятся такие позиции именно просто кристаллы вот помимо масла которое тоже будет и для людей и для животных оно все это точно будет грустная собака но мы с грустной собаки можем сделать веселую собаку улыбаку ну а так она будет и брат вот cbd она помогает стать добрее даже собакам даже злым собакам которые кусаются в общем так что мы сейчас ждем только развития вот этого так сказать этой отрасли этого проекта и все будет кайфово следующий год прям я прям жду начала и мы стартанем так еще один проект года это моя обучалка на коуча настолько оказался трансформационным курс что такое ощущение как будто за последние три месяца я даже немножко повзрослел и какие-то мысли в голове потекли совсем другие нежели обычно и вы знаете сейчас работая с людьми у меня сейчас практика да там есть и у меня есть круг людей с которыми я работаю именно по коучингу кстати коучинг это умение задавать вопросы то есть это не тренеры не наставники не га не дают советов не в общем не говорят что делать просто люди которые задают вопросы вот вот и все просто профессионализм коуча меряется именно в глубине вопроса то есть умение задать вот такие глубинные вопросы которые заставляют человека трансформироваться то есть он начинает думать размышлять и у него происходят какие-то инсайты озарения и и вы знаете я люблю работать с людьми три года я работаю регрессологом и сейчас к этому всему еще подключился коучинг и такая знаете смесь получается очень прям классно я надеюсь что по итогу закончу обучение и это в конце января будет и создам какой-то свой продукт не знаю что это будет но это вот прям по личному росту так сказать и трансформации человеческой вот хочу попробовать себя на этой стезе я думаю что должно получиться так что еще что еще главный инсайт года вы знаете мы когда в воскресенье в это да в это воскресенье сидели в бане вы с друзьями с клуба инвесторов и решили поделиться такими моментами типа у кого какие вот какие инсайты в этом году основные были и я такой задумался какой же у меня главный инсайт произошел в этом году и вы знаете вообще самый главный мой инсайт был это то что не стоит брать на себя лишнего то есть когда у тебя есть куча проектов у тебя есть куча разных дел куда ты постоянно тебе нужно свое тратить внимание в итоге она рассеивается и ты можешь даже еще перегореть то есть может появиться апатия депрессия там и тому подобное и в общем для меня это такая привычная история когда ты пашешь 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 а потом бах и все и ты не хочешь ничего делать в общем ничего тебе не нравится ну в общем я с этой истории разобрался я понял что вместо 10 проектов лучше иметь 23 и уделять им больше внимания до фокус внимания вот и тогда они будут реально эффективнее и работать и в общем продвигаться производиться нежели у тебя будет 10 разных проектов и везде ты будешь вот в общем не преуспевать это для меня было честно просто inside я вот ну человек такой как бы я не люблю на месте сидеть да и постоянно в чем-то где-то участвую но иногда случалось так что и перегревался и для меня непонятно было но сейчас когда разобрался я признаете как будто камень какой-то с плеч упал прям так свалился и укатился это прям вот ну прям гениально во первых у тебя освобождается чуть время на себя на отдохнуть да там на массаж сходить там еще что-то может поплавать там йога лишний раз позаниматься ну то есть какие-то такие вот вещи у тебя появляется и меньше тревожности меньше то что блин надо же делать надо делать надо делать надо вот это сделать надо это сделать в общем суетология вот эта вся куда-то уходит и ты понимаешь что блин ты реально лучше вот этот вот этот проект я возьму и вот проект все больше мне ничего не надо я буду ими заниматься и вот будет у меня и энергия и все и ресурс и будет все кайфово вот а когда у тебя вот я уже говорил что у тебя их 10 ты такую а и вот это и вот этой вот это и в итоге везде почти проигрываешь вот это вот такой вот главный инсайт и я надеюсь что для кого-то это тоже будет классный инсайт так что ловите так что еще а еще история с инвестициями а наш все продолжается в общем я продолжаю работать с бытовой техникой компьютерной техникой и в общем мы поставляем это оборудование все на магазины wildberries amazon и тому подобное все это торгуется и в общем у нас сейчас оборот очка растет и я прямо если честно доволен и спасибо всем тем кто доверился и в общем начал работать так сказать и блин я думаю что у нас все получится я прямо если честно счастлив поэтому продолжается эта история инвестиций 3 процента в месяц я готов отдавать с той суммы которую люди приносят и вкладывают в развитие моего проекта в развитие моего бизнеса и в общем это уже все работает и прям честно говоря я доволен и наверное я хотел бы завершить выпуск знаете чем вот пожеланиями пожеланиями на 2024 год я бы хотел пожелать вот нашим так сказать согражданам именно нашим товарищем гровером в рф побольше так сказать веры себя и в своей силы и побольше так сказать рафте в общем в 2002 четвертом году я хотел бы пожелать в общем обрести какую-то уверенность да хотя одну как бы тяжеловато это конечно но все же какую-то обрести уверенность завтрашнем дне что ли получить какую-то цель получить какую-то идею какой-то смысл в этой жизни потому что не имея какой-то конкретной какой-то цели да наша жизнь она настолько не интересно протекает скучно и грустно знаете я желаю каждому обрести свою какую-то настоящую большую цель которого цель всей своей жизни которые стоит идти и двигаться и она будет давать какую-то мотивацию силу общем заряд для того чтобы прийти к ней и по пути совершить какие-то вот великие дела скажем так ну громко сказано наверное великие дела но те дела которые бы помогли нашему обществу помогли бы нашей стране нашей планете да там да блин любовь так сказать развитие в общем эволюции все остальное и это было бы круто вот потому что большая цель она дает желание жить вот так что а какая вот у вас цель вот задайте себе этот вопрос какая у вас цель этой жизни вот что вы хотите по итогу вот что вы хотите в конце и возможно поразмышлять над этим вопросом придется когда-нибудь но если вот пришел момент это сделать сейчас то лучше это сделать сейчас и вполне возможно что придет понимание что и цели нет так что у вас есть чем заняться в 2020 четвертом поздравляю вот ну на такой прекрасной ноте буду заканчивать в общем поздравляю с наступлением 2020 четвертого года всех благ здоровья чтобы в общем вселенная подкидывала ништяков побольше чтобы в общем удачи во всем в общем делайте стремитесь и все получится так что всех с наступающим новым годом помните вселенная любит вас и все будет классно все всем пока увидимся в следующем году в следующем году